Сегодня я покажу вам кое-что интересное о том, как внести небольшие изменения в то, как вы дышите, чтобы понизить кортизол и вытащить себя из состояния стресса, тревоги и даже панической атаки. Это можно применять также при астме или если вы не можете заснуть. Я пользуюсь этой техникой каждый вечер, ложась спать и погружаюсь в глубокий сон довольно быстро. Ну ладно, поехали. Вся эта тема вращается вокруг одной мышцы под названием диафрагма, это удивительная мышца. Диафрагма — единственная скелетная мышца, которая может работать и произвольно, и непроизвольно. То есть она может работать на автомате, и вам не надо о ней думать, то есть непроизвольно. А ещё вы можете контролировать своё дыхание в обход его автоматизма. Итак, диафрагма. Она находится прямо под лёгкими. И если посмотреть, как действует диафрагма, она работает как парашют. Когда она сокращается, парашют опускается. Он втягивает воздух в лёгкие, и они расширяются. А когда она расслабляется пассивно, можно расслабить её и намеренно. Тогда, когда кислород уже поступил, давление на лёгкие диафрагма оказывает за счёт пассивного поднятия, что позволяет углекислому газу выйти наружу. Часто люди думают, что при стрессе нужно больше кислорода. Но на самом деле в стрессе вам нужно не больше кислорода. Вам нужен баланс между углекислым газом и кислородом. Чтобы кислород поступал в клетки, нужен углекислый газ. Допустим, у кого-то паническая атака. Что он делает? Часто дышит. Получает массу кислорода. И очень мало СО2. Что сделать, чтобы выйти из этого состояния? Подышать в бумажный пакет, чтобы получить больше СО2, что поможет усваивать кислород. Нужно не просто больше кислорода. Нужно восстановить баланс кислорода и углекислого газа. Диафрагма находится прямо под лёгкими. Этой мышце уделяют очень мало внимания. Но она очень важна, потому что работает постоянно и непрерывно. Она не может взять перерыв. Она постоянно нагоняет в организм кислород и выводит углекислый газ для баланса. Она работает и во время тренировок, и во время сна. Она работает непрерывно. Кстати, когда вы напрягаетесь во время тренировок, вы можете почувствовать боль в боку, сбоку грудной клетки. Это спазм диафрагмы. Если вы не привыкли к такому уровню нагрузок, это может быть проблемой. Вам придётся прервать упражнение из-за спазма диафрагмы. Икоту, кстати, тоже связывают с проблемой диафрагмы. Вот почему, например, икота бывает при стрессе. Стресс может влиять на нервные сигналы, что может дать некорректный сигнал диафрагме, которая начинает нерегулярно икать. Диафрагма полностью контролируется нервами. Это диафрагмальные нервы. Их у нас два. Тот, что с правой стороны, также иннервирует желчный пузырь и оболочку печени, печёночную капсулу. Есть разные мнения по вопросу о том, иннервирует он желчный пузырь с печенью или нет. Я думаю, что да, потому что если у вас есть напряжение в желчных протоках, если у вас есть напряжение в желчном пузыре или в печени, то отражённая боль от диафрагмального нерва будет подниматься вдоль правой стороны к шее, будет доходить до правой трапеции и охватывать зону ромбовидной мышцы. Любая боль вот здесь — это обычно переданная через диафрагмальный нерв боль в желчном пузыре. И с точки зрения лечения, при боли в правом плече, если вы лечите эту зону, но это не помогает, это потому что боль сюда передаётся из желчного пузыря. Вероятно, вы съели что-то, чего не следовало, или переели чего-то разрешённого, просто слишком много, и теперь у вас вздутие. На этот нерв могут влиять и другие факторы, помимо стрессового состояния. Это могут быть проблемы с желчным пузырём, скажем, камни в нём. Это может быть желчный осадок. Спутник диабета, диабетическая нейропатия может влиять на диафрагмальный нерв. Средство, которое нужно в этом случае — бенфотиамин. Пометьте себе, если вы диабетик, и у вас есть эта проблема. А что до желчного пузыря, то антидотом простейшим решением будет принимать так называемую тутку для разжижения желчи. Это уберёт отражённую боль довольно быстро. Ещё одно заболевание, задевающее этот нерв, — это грыжа. В колоденовой перегородке появляется слабое место, через которое происходит выпячивание. Грыжа тоже может давить на диафрагмальный нерв. Думаю, из всего, что может влиять на дыхание и этот нерв, самый важный фактор — вздутие. Ещё есть такая вещь, как операция по шунтированию желудка. Она может влиять на диафрагмальный нерв. Каждый пятый из тех, у кого была такая операция, имеет проблемы с диафрагмальным нервом и боль с правой стороны. Учитывая всё это, как же понизить кортизол, меняя схему дыхания? Для этого нужно сознательно преодолеть автоматизм дыхания и самому взять над ним контроль, начав регулировать ритм дыхания. Каждый раз, когда вы в симпатическом режиме «бей или беги», обычно дыхание не будет сбалансировано между вдохом и выдохом. Обычно будет вот так. Это короткий выдох. А вдох при этом будет длиться дольше выдоха. Это делается просто. Надо сбалансировать своё дыхание. Первое, что я посоветую, можете делать так в течение дня. Можно делать это пять минут перед сном. Пять минут в течение дня. Если у вас стресс. Дыша через нос, делайте вдох в течение четырёх секунд. Затем в четыре секунды выдыхайте. Просто выровняйте дыхание. Я советую дышать диафрагмой. Для этого положите руку на живот. Живот должен подниматься, когда вы позволяете диафрагме втягивать воздух. Можно дышать и грудью. Но я советую дышать животом. Организм так меньше напрягается. Давайте покажу. Вы этого не видели, но я отчитывал четыре секунды вдох, четыре секунды выдох. Если делать так от одной до пяти минут, вы почувствуете расслабление. Я советую делать так, когда вы за рулём. Я советую делать так, когда вы днём гуляете на природе. Всего пять минут. Это отлично вытащит вас из стресса и снизит уровень кортизола. Есть ещё кое-что, чтобы усилить получаемый эффект. Это очень полезно, если вы в состоянии сильного стресса. Для этого вдох оставьте постоянной длины — четыре секунды. А вот время на выдох нужно увеличить. Итак, вдыхаете четыре секунды, а выдыхаете секунд семь или восемь. Что это даст? Это стимулирует часть нервной системы под названием парасимпатическая нервная система. Это система, которая снижает адреналин, помогает снизить кортизол. Эта система помогает погрузиться в глубокий дельтасон. Вы преодолеваете автоматизм диафрагмального нерва и теперь сами управляете дыханием, переключаясь симпатического режима в парасимпатический. В одном исследовании отмечалось значительное снижение уровня кортизола спустя 45 минут после такого дыхательного упражнения. Там говорится, что кортизол — это гормон, на который можно легко повлиять через дыхание. Внизу я привёл и другие исследования, показавшие, что при выполнении этих дыхательных упражнений кортизол понижается. Есть ещё одно исследование, рассматривающее техники глубокого медленного дыхания для снижения тревоги и улучшения работы блуждающего нерва. Блуждающий нерв ответственен за парасимпатическую активность организма. Это система, которая помогает расслабиться, помогает сну и перевариванию пищи. Есть ещё одно исследование влияние диафрагмального дыхания, то есть дыхания диафрагмой, на внимание, негативные эмоции и стресс у здоровых взрослых. В этом исследовании сравнивали людей, делавших дыхательные упражнения, с теми, кто их не делал. И после этих дыхательных упражнений кортизол значительно снижался. При этом в другой группе уровень кортизола никак не изменялся. Был сделан вывод, что при дыхании диафрагмой улучшается фокусировка внимания и снижается уровень кортизола. Поделайте это дыхательное упражнение в течение пары минут. И затем напишите в комментариях, что вы испытали. Если вы раньше так не делали, вы заметите, что уровень стресса сильно изменился. Попробуйте. Если вы не смотрели моё видео о панических атаках, посмотрите его прямо сейчас, потому что там я даю больше подробностей о том, почему так важно повышать углекислый газ, чтобы усваивать кислород. Вот оно. Посмотрите. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok